Понимаете, в чем дело? Басаев же тоже не дурак. Он все это устраивал не для того, чтобы садиться за переговоры или самому там погибнуть. Он уже после Буденновска ни в Нордос там не пришел, ни в Беслан. Он с собой рисковать ради каких-то там своих целей не захотел. Но Басаев после Буденновска уже сам не участвовал ни в Нордосе, ни в Беслане, говорит Елена. Нет в этом мире, смотрите, в мире в этом, на этом земном шаре ни в одной стране этого мира, ни в одном конфликте, войне нет ни одной личности, которая могла бы сравниться с ним по количеству операций, где нужно было рисковать своей жизнью. Я говорю сейчас, это не просто для связки слов, это не просто громкие слова. Расскажи, как Масхадов хотел спасти детей из школы Беслана, а вместо помощи они начали штурмовать школу. Было такое? Да, это правда, когда школа в Беслане была захвачена, на действительном основе Масхадов ввел переговоры, предлагал, чтобы ему дали возможность. Гарантировали ему, значит, проезд до школы и обратно. Когда не получили ответа, он попросил гарантии хотя бы, чтобы туда, то есть он не просит о гарантии обратно, но вместо этого они начали штурмовать. Вообще сегодня 1 сентября, это как раз годовщина этих событий, захвата школы в Беслане. И, как правило, в этот день принято вспоминать эти события. Различные издания делают какие-то статьи об этом, записывают интервью, видеофильмы и так далее. И сегодняшний день тоже не стал исключением. Новая газета сделала интервью с Еленой Милашиной. Милашина является непосредственным участником вообще всех тех событий, участником, как журналист, я имею в виду. После того, как Анна Политковская при попытке добраться до Беслана была отравлена в самолете и доставлена в реанимацию, вместо нее в Беслан отправилась Елена Милашина. И она застала, в общем, все эти события. Прямо после штурма была непосредственно в этом спортзале. В общем, в этом интервью она рассказывает подробно обо всем происходившем тогда. И в целом об этих событиях, о вине российского руководства в гибели детей, о том, что дети вообще погибли в результате именно штурма, что российская армия расстреливала из шмелей, огнеметов, шмель, расстреливали школу, спортзал, то есть напичканную заложниками школу, долбили из огнеметов и, внимание, из танков, что немаловажно. Обо всем об этом говорит Елена Милашина. Но в этом фильме есть, уже в конце этого фильма, есть ее высказывание про Шамиля Басаева, которое я хочу, чтобы мы с вами сейчас посмотрели. Понимаете, в чем дело? Басаев же тоже не дурак. Он все это устраивал не для того, чтобы садиться за переговоры или самому там погибнуть. Он уже после Буденновска ни в Норд-Ост там не пришел, ни в Беслан. Он с собой рисковать ради каких-то там своих целей не захотел. Басаев после Буденновска уже сам не участвовал ни в Норд-Осте, ни в Беслане, говорит Елена. И подытоживая, она говорит, он не стал рисковать своей жизнью ради своих каких-то там целей. Вообще Басаев, Шамиль Басаев, отношение к нему может быть каким угодно. Если его кто-то критикует, даже как-то там оскорбляет, ненавидит его, тем более, если это происходит не со стороны, допустим, пострадавших в этой школе, чьи дети там были в этой школе и так далее. Я ко всему этому отношусь с пониманием. Я считаю, что любой человек, он может быть любим, может быть ненавистен. И в этом нет проблем. Единственное, я считаю, что в чеченском обществе не может быть, конечно, никаких двух мнений по поводу Шамиля Басаева. Однозначно, он должен быть для любого чеченца, он должен быть положительной фигурой. Он, безусловно, является нашим героем. Но, тем не менее, любому нежеченцу я даю право его не любить и ненавидеть. И отношусь к этому с пониманием. Но, даже ненавидя кого-то, мы должны свидетельствовать о нем правдиво. И сказать о Шамиле Басаеве, что он не захотел рисковать своей жизнью ради каких-то своих целей, ну, это очень нечестная оценка, неправильная оценка этой личности. Шамиль Басаев, это как раз та личность, тот человек, который вообще всю свою известность заслужил именно благодаря тому, что он шел на риски, брал билеты в один конец, рисковал своей жизнью как раз ради своих целей, ради общих целей, ради целей народа, ради свободы, независимости нашего государства, нашего народа, он вообще не церемонился со своей жизнью, со своей безопасностью. Это человек, который рискнул этой своей жизнью, впервые вообще взял билет в один конец, когда война еще даже не началась. Захват самолета, который был отогнан в Турцию. Шамиль Басаев был участником этой операции, и это был билет в один конец. Шамиль Басаев понимал, когда он садился на этот рейс, что, скорее всего, он не вернется обратно. Либо их убьют при штурме, либо их посадят на очень долгие годы в тюрьму. Но так получилось, что они вернулись. После этого Шамиль Басаев отправился в Буденновск. Это тоже был билет в один конец. Он рисковал своей жизнью ради этих целей, ради общих целей. Басаев – это тот человек, который впереди своих воинов пошел по минному полю и потерял свою ногу. Потеряв эту свою ногу, потом без ноги этот человек ни разу не выехал с территории сражения. Все это время он в лесах, в наших городах, по селам, по населенным пунктам, где-то передвигаясь, перебежками, в блиндажах, в окопах, этот человек всю свою жизнь положил на этой войне. Где-то во время боев, обстрелов терял этот свой протез, потом вообще без протеза, без ноги перемещался по этому лесу, пока ему новые протезы не пришлют. Вот так этот человек, вся его жизнь, она вот такая. То есть мы бы его вообще не знали бы, если бы он не рисковал своей жизнью. И сказать про него такое, при всей нелюбви к нему, его можно назвать, обозвать как угодно. Мы к этому отнесемся с пониманием, но сказать, что он не захотел ради целей рисковать своей жизнью, это величайшая неправда про этого человека. Удивляться тому, что он не был в Беслане во время этой операции или, допустим, в Норд-Осте, но это главный военный амир на тот момент уже всего северо-кавказского сопротивления. Но удивляться этому, это то же самое, что удивляться тому, что министр обороны России не участвовал в штурме школы в Беслане. Почему министр обороны там не участвовал? Потому что он не хотел рисковать жизнью ради каких-то своих целей. Ну, я думаю, что министр обороны России действительно не захотел бы рисковать своей жизнью. А Басаев, он бы захотел, и он хотел, и он рисковал. Я хочу рассказать одну историю, связанную с Шамильом Басаевым. Здесь я общался с ветеранами Второй Российско-Чеченской войны. Они в конце 99-го, в начале 2000-го, они были на позициях консервный завод, город Грозный. Это почти окраина Грозного. Это время, когда тыл, линия фронта находится уже далеко на подступах в Аргунское ущелье. То есть Грозный находится в тылу, уже полностью окруженный федералами на тот момент. И вот позиция консервный завод, это мост через Сунжу. С этой стороны, со стороны Олимпийского проезда, нашей позиции, нашего сопротивления. А за мостом позиции федералов. Во время пересменки, как-то так получается, что смена, не дождавшись своей сменки, эти, значит, выдвигаются. И в этот момент, видимо, как-то поняв, что их нет на позициях, российские, значит, эти федералы, они переходят мост и занимают их позицию. Вторая вот эта смена, которая идет на замену, они натыкаются уже на шквальный огонь, там погибают несколько наших ребят. В общем, эта позиция утеряна. И вот они рассказывают, что их, значит, срочно вызывают в Олимпийский, в каком-то там подвале здания они, значит, собираются. И там присутствует Шамиль. Шамиль вместе со своими старыми бойцами, то есть это какая-то вот костяк его, старая гвардия, люди, прошедшие с ним через Буденновск, взрослые, уже немолодые. Ребята, раненые, прошедшие там и огонь, и воду. И они ему, значит, рассказывают, докладывают ему обстановку, а он, говорит, слушает это все. И там какие-то предложения идут, сделать так, надо так, что-то там предлагают, объясняют. А он все это время их слушает и молча, говорит, пихает в карманы гранаты. Очень много гранат, говорит, пихает в карманы. Выслушав все, запихав полностью, все они, значит, вооружаются этими гранатами. И он говорит, так, говорит, мы сейчас, значит, идем туда, и вы не выдвигаетесь, вы из нас здесь ждете. Они, говорит, уходят, человек 10. После этого там жесткий огонь, просто взрывы этих гранат. Конкретный бой, говорит, там проходит. Оттуда возвращается Шамиль со своими ребятами, Шамиль весь, говорит, в поту. Борода с одной стороны подпаленная, куртка порванная волной, ее где-то прорвало. И он говорит этим ребятам все, говорит, идите и теперь держите эту позицию, говорит, зубами держите эту позицию, больше ее не отдавайте. И мы, говорит, приходим на эту позицию, а там, говорит, трупы федерала. Это вот такой человек, понимаете, это не тот человек, про которого можно сказать, что он не захотел рисковать своей жизнью. Он только и делал, что рисковал своей жизнью. Он ничего больше и не делал. Нет в этом мире, смотрите, в мире в этом, на этом земном шаре, ни в одной стране этого мира, ни в одном конфликте, войне, нет ни одной личности, которая могла бы сравниться с ним по количеству операций, где нужно было рисковать своей жизнью. Я говорю сейчас, это не просто для связки слов, это не просто громкие слова. Нет никаких Чегевар, никакие Бен Ладаны, никто, никто с ним не сравнится по количеству операций, где он рисковал своей жизнью. При любом отношении к этому человеку, даже если он вам враг, даже если вы его ненавидите, о нем нужно говорить правду. Врага можно ненавидеть, но при этом его можно уважать. Есть враги, которые достойны уважения. И Шамиль был как раз таким врагом даже, который достоин уважения. Потому что это был человек безбашенной просто смелости, безбашенной. Человек, который вообще свою жизнь ни во что не ставил, не ценил ее вопроса, где нужно было ею рисковать. И это мы говорим только о тех ситуациях, в которых он участвовал. Вы знаете, сколько было таких моментов, когда он хотел участвовать, но что-то не получилось. Когда в Грузии сел наш самолет с нашим спецназом, это грузинские события, связанные с внутренней войной Шеварнадзе, Гамсахурди, те события, начало 90-х. Туда отправили чеченский спецназ на поддержку во главе с Шамаевым. И его прям в аэропорту, он был, как только самолет сел, его окружили. И требовали от них сдаться. Первым, кто сразу же вызвался на то, чтобы отправиться туда на помощь, чтобы не дать им сдаться, помешать, взять их в плен, был Шамиль. И это тоже операция в один конец. Это операция, где нужно рисковать своей жизнью. Но тогда не получилось. До того, как Шамиль, они уже на готове, они ждали, что их отправят. То есть, должны были выделить самолет. Но пришло сообщение, что там уже Шамая с ребятами их уже взяли, они сдались. Вот такой это был человек. Поэтому, когда о нем говорится, все-таки нужно говорить о нем правду. Если российские журналисты, или тем более родственники погибших в Беслане детей, будут ненавидеть Шамиля Басаева и будут как-то очень жестко о нем высказываться, я отнесусь к этому с пониманием. Но говорить о том, что он не рисковал своей жизнью, или не хотел рисковать своей жизнью, это крайне нечестно в отношении него. Лучше сказать правду, что это был отчаянный человек, очень смелый, безбашенный просто смелость человек, полководец, который, к сожалению, оказался причастным к этой бесланской истории. Я ее никак не оправдывал. Я понимаю, что это величайшая ошибка, которую он совершил. Но при всем при этом, он был очень смелый, смелым и достойным человеком. Да помилует его Всевышний Аллах и вознаградит его наивысшими райскими садами. И да простит Всевышний Аллах те его ошибки и те грехи, которые были им совершены. Субтитры создавал DimaTorzok